Во дворе общежития Хабаровского технологического колледжа пострадал 22-летний разнорабочий, который был задействован в ремонте здания. Врачи нашли раненого в трех метрах от места, где его придавило к стене грузовиком. Скорую помощь юноши вызвали его коллеги. Они же помогли врачам транспортировать строителя в машину не от ложки. Дышать можно? Дышим? Все окей. Не бойтесь. Вы дышите нормально, значит? Да, полегонечко. Все у вас на месте, видите? Раненый жаловался на общее недомогание и отсутствие сил. Видимых повреждений, например, ссадин и переломов, у него не было. Но врачам очень не понравилась кардиограмма. Разбираться, был ли это шок или же удар в грудь грузовиком сказался на работе сердца, медики вместе с пациентом поехали в больницу. Водитель Ниссана Дизель был озабочен случившимся едва ли не больше пострадавшего. По словам 37-летнего шофера, он никак не ожидал, что стоявший поодаль юноша решит проскользнуть между стеной здания, едущий задом машиной. Три раза пытался подъехать. Стоял он сбоку с той стороны. А в четвертый раз, когда я побольше разгон начал брать, он решил пробежать, что-то мне подсказать. Ну, я его углом и придаю. Все, я только увидел зекало, когда уже удар как бы в стенку. Маневрирование водителя – желание помочь бригаде, в которой трудился пострадавший. Он вместе с напарниками делает ремонт в душевое общежитие. Предполагалось, что строительный мусор гастарбайтеры будут выбрасывать в кузов грузовика через окно. С места происшествия Анастасия Кузьмина, Татьяна Шамбурва и Александр Савчук.